Этот подкаст хорошо идет под водку и троллей. Мало пойти против всех, надо еще знать куда. 8 января 2014 года, 17 часов 39 минут по Тарамскому времени, в эфире 381 подкаст от канадского ОСЯ и компании. Оливье не винегрет! На самом деле под хоккеистов мы не подходим. Ну почему? На тебя шлем надеть, ты будешь отличный хоккеист. Да, в принципе, зубов у меня мало. Возьми этот самый мачете в хоккейную маску, пойди погуляй по полу. Да, в этом смысле да. Хотя, в принципе, да. Если на эту тему, то, в принципе, возможно. Ну, какой-то я худенький. Не, для хоккеиста я черчур худенький. Вот из тебя бы хоккеист получился просто супер. Единственное, пару зубов надо выбить. А если на котлеты пустить, так вообще. Ну ладно, хоккеист у меня не получился. Давай хотя бы котлеты сделаем. Котлеты, блин. Не, а котлеты ничего получается, кстати. Так. Мне понравилось. Единственное, соли надо добавить. В следующий раз. А, кстати, что ты микрофон не принёшь? Какой микрофон? Вуджин. Свой микрофон. Так, Вуджин. Я ему сказал, микрофон принеси. Ты сказал Мик. Нет, Вик. Майк. Майк. Я... Блин, фак. Извини, Виктор, тебя притащили пашеньки. Да, Виктор, вали. Ну, ладно, пошло. Бери пиво, вали обратно нафиг. Всё. Я подумал, что он Вик, в смысле Виктор. А он имел в виду микрофон. Фак. Ну, я не смог пропустить пиво, так сказать. Так, тогда говорите громче. Желательно в этом направлении. А ты что, сегодня хотел протестировать? Нет, у меня... У меня микрофон стоит в... А какой микрофон ты хотел, чтобы я притащил? Белый. Ты всё ещё... А белый микрофон. Чувак. А что с ним случилось? Он всё ещё верит, что он не работает? А-а-а... Да. Он не работает? Работает? Ну, скажем так. Ноутбук работал нормально. Всё время. Микрофон работал окей, хуже, потихоньку хуже, потихоньку хуже. И хуже, и хуже, и хуже. Ты не пробовал уровень подымать? У настройка. А-а-а, я забыл, что в software он потихоньку опускается сам по себе. Скайп, обычно скайп регулирует. Скайп иногда такое любит. У скайп есть галочка. Автоматически регулировать громкость микрофона. Бля, у меня сейчас беда. Лоп. Да нет, мы тебя не троллим. Наверное, такое бывает, серьёзно. Не, я знаю, что в скайпе это бывает. Ну, понимаешь, в скайпе я это уже давным-давно отключил. Да, но это скайп. Он же как бы мог сам и включить. После обновления запросто. Это же Windows. В смысле, это Microsoft. Это же Skype. Теперь это Microsoft. Мы тебе просто даём варианты, кроме как микрофон накрылся. Мы смотрим на вещи просто позитивно. Мы верим, что железо ещё работает. Там просто скайп нахуярил. Я тебя сейчас притащу. Чтоб тебя потом обсирали за качество звука. Ну что, плохой качество звука потом будет? Не, замечательно. Сейчас, подожди. Аж пришлось второй раз записывать через день. Так это тот микрофон? Да. Сейчас, подожди. Я допью, я тебе притащу этот микрофон, мы его сменим. А потом ты будешь сам записывать. И потом тебе будет, блядь, счастье. Но второй раз я не буду бухло покупать. Я просто, когда второй раз будут записывать? А, нет. Если не будет бухлата, тогда можно и второй раз не записывать. Можно оставить просто. Всё равно пиратская версия пробуется и лучше. Как бы, знаешь, в качестве... Кстати, да. Мы можем пиратскую версию пустить через этот микрофон, а не пиратскую через другой. Или наоборот. Да, да. Да. Я предлагаю, я предлагаю 400-й подкаст сделать эксклюзивным. Записать его чисто в пиратской версии. Ультиметролинг, блин. Вот 400-я версия вышла только в пиратском. Потом скажем, мы забыли запустить этот гараж-бенд, у нас микрофона не было. Мы забыли компьютер в розетку ваткнуть. Да, что-нибудь. Поэтому только пиратская версия осталась. Поэтому не заметили. Будет забавно, если у снайпера чем-то там опять накроется или у стрип-кодек сервер слетит. Да, тогда будет вообще суперэксклюзивная версия. Только три человека в мире слышат. Нет, это будет не эксклюзивная версия. Потому что была 200-я версия подкаста. 200-ый выпуск подкаста. Ее прослушал, по-моему, только один человек. Я. И второй только частично. Я прослушал. Ты частично. Подожди, я понесу. Так что более, извини, более эксклюзивный уже. Подожди. Да вообще никто не прослушает. Если дерево падает в лесу, издает ли оно звук, если никто его не слышит? Это хороший вопрос. Ну вот, как раз. Если 400-й подкаст никто не прослушал, издавал ли он звук? Был ли он на самом деле? Да, меня сегодня, кстати, спросили, типа, ну как у тебя Новый год прошел? Ну как, подкаст записал? Чего? Ну как? Подпраздновали, записал подкаст. Такие круглые глаза были, просто пипец. Не знаю, для меня был праздник. Подожди, мы с Виктором празднули Новый год? Да, мы подкаст записали. Чувак, нам подкаст... Нет, с Виктором и Ольгой. С другими Викторами. Нет, значит нет. Потому что я в этот новогодний Новогод... Новый год... Вот. Новогодний Новогод... Я вспомнил это салат, когда Ольгой делал на Новый год. Ты имеешься за Люхой? Ну мне казалось, что Виктор там тоже что-то был. Мы подкаст писали 28 декабря, позапрошенном. 28 декабря. Когда мы в подвале жили. Нет, 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 это не тот подкаст. Ты потом с белым другом. А до этого он не был? А до этого у меня не было. А, тогда ладно. Нет, ну мы к Олюхе приезжали один раз и там нажрались просто в дребезге и там еще это было. Нет, 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 это все не то, не то. Страшно немножко вспоминать, но ничего. Нет, нет, я имел в виду, чисто Новый год, когда этот... Нет, 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 прям новогодним у нас не было. Ольга сделала салат, винегрет, оливье, все выпили. А салат это не оливье, это не винегрет. Винегрет это не салат. Она сделала салат и винегрет. Винегрет это ни разу не салат, конечно. Большая тайна. Это отдельная тема. Захотите порадовать своего любимого человека, сделайте салаты или винегрет. А что такое винегрет, подожди? Это салат, картофель, свекла, капуста, горошек с растительным маслом. Да. Это такой... Очень похоже... Нет, не очень похоже. Понимаешь, когда... Когда ты творишь салаты, это обычно... Здесь салат подразумевает это вот листья салата с какой-нибудь хренью. То оливье тогда тоже не салат? Оливье не. Это отдельное блюдо. Серьезно? Конечно. Фак. Салат это растение такое. Хаштаг Фэлл Планет. Слушай, я понял, что оливье это не винегрет. Вот это вот я точно понял. Это однозначно. А вот если их два смешать, что получится? Оливье не винегрет... Бля, double face coat, честное слово. И туда пельмени наложить. Вот это будет новогодний праздник называется. Салат новогодний праздник. Оливье смешать с селедкой под шубой, с винегретом и пельменями сверху положить. и водочкой запить а в желудке так и получается я тут котлеты сделал и мне Лиза пыталась мне на котлеты короче сметану наложить все правильно сделала я такой стою и говорю не, 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 сметана с котлетами не очень а она такая, а че? ты же другое мясо в принципе ешь со сметаной я такой какое другое? отблядь не русская не говори-ка, блядь сейчас пытаюсь или как-то рассказать но я как бы сформулировать не могу как бы русского понятия потому что некоторое мясо нет ну, голубцы, допустим голубцы, это мясо? я думал, это капуста а подожди, там разве нету мяса у голубца? ну, немножко фарша ну, это капуста рис и немножко фарша да, ну если у вас это готовили это, конечно, капуста рис и немного фарша но у нас это было дохуя фарша там слегка прикрытой капустой слегка прикрытой капустой вот за что я люблю украинскую кухню и хочу себе хохлушку ой и и голубцы настоящие понимаешь по привычке голубцы со сметаной хорошо да но но она меня спросила а почему я говорю а потому что голубцы блин с томатным соусом готовятся как бы знаешь, томатный соус плюс сметана круто в принципе со сметаной вообще все что угодно хорошо идет даже сладкие пельмени сметанкой обвалять нет, не сухое мясо так ты просто котлеты пересушил в этом проблеме ну whatever я их замечательно пересушил но они же сухие хорошо замечательно я их пересушил но со сметаной ты их не в принципе съесть можно было бы в принципе можно было бы но не очень правильно да знаешь с томатным соусом замечательно можно там еще с чем-нибудь замечательно с каким-нибудь маслом хорошо майонезиком покрыть ну типа как я положил три столовых да я туда майонеза добавил ну хорошо блин котлет с майонезом майонез да майонез совсем хорошо идет майонез можно мазать на майонез и так и есть блин там столько глютамата что в принципе факт откуда ну блин я утром приперся домой кинул все что на мне было типа портфель в холодильник все что было на нем бросил в холодильник не 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 на кресло портфель это самое ну куртка все такое там все что на мне было и потом свалился я в общем под дверью поставил матрас чтобы как бы знаешь заходишь в комнату скидываешься спотыкаешься и падаешь потом спишь под входной дверью ну под моей в комнате да в комнате тут лиза мне предложил в другую сторону как бы переложиться не слушай не слушай так я и подумал сейчас в комнате все комфортно Женя открывает дверь такой я смотрю дверь открывается такая блин сейчас по башке нет промахнулся а ладно блин еще 5 сантиметров ну ладно вот оно счастье но тот момент когда ализа уехала чувак она прям рядом со мной лежала а я не увидел это конечно был не серьезно я не видел а вот одна ведущая британского радио сказала что темных людей ночью плохо видно из-за этого ее уволили но я же не говорил что ее плохо видно я просто сказал что я ее не заметил ну вот какой ты расист ни разу не толерантный знаешь в темной комнате не заметить черную девочку не будь расистом в черном-черном городе с черными девочками с черными мечами ну кому что в принципе я думаю если в Малайзию поехать там и такое можно найти да аля черных девочек с черными усами это как когда этот Брайн этот пес который говорящий он такой Крэг Крэгмайер он это пилот возвращается как раз из этой самой Таиланда он такой я только что отымел две тайландских девушки это такой понюхал ну девочку и одного парня не-не девочки о гад о гад да 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 и о чем о девочках о девочках о черных девочках вы зря это зря я шутку не понял потому что на самом деле в Таиланде они так хорошо переделываются что подожди не в Таиланде да они очень хорошо переделываются да там пипец не разберешь пока и снимешь не всегда поймешь хирургия сейчас настолько качественно нет 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 там просто жуть там все равно висит я бы на курчане сидел знаешь такие картинки там да 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 девочка 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 смотришь просто девочки снял юбку фак чувак написал если вот это вот парень то окей я гей там реально реально нет девочка просто некоторые реально блин это невозможно отличить парень девочка какая по-по-разнице да именно по крайней мере в этом мы согласны а правда что мужчины делают меня лучше правда мужчины все делают лучше правда не знаю но думаю что да я тоже не уверен проверить не довелось за своих да проверить не довелось за своих лет жизни к сожалению ни разу не попался такой мужчинка чтобы вызвал хоть какое-то желание не на самом деле вот только фредди меркери мне нравится и этот самый из роллинг стоунзов губасненький блин какой фредди да ты знаешь вот такой типаж ему и отдаться не за подлога меркери красавчик у него такая энергетика что блин ладно хрен с ним что мужик ну блин такой классный я знаю я тоже просто вот он он такой просто вот знаешь вот такой заводной подвижный энергетичный шумфа что просто он просто супер ты че ты я не знаю по-моему просто какая-нибудь чувак ты никогда не слушал ну слушал но как бы красавчик среди арабов бывают красавчики что еще могу сказать ну теперь понятно в чем меня не зовут это все объясняет внутренний арабометр сработал неважно обходим стороной ну как у тебя неделя прошла нормально ну наливай что понедельник дома вторник дома понедельник я чуть-чуть поработал вторник вообще почти не работал блин температура здесь было конечно супер да минус 26 днем а ну ты знаешь на самом деле у меня были маленькие минуса это то что блин я собиралась опять мелочь притащить не притащило потому что на улице холодно был вот вот видишь типа маленьких девочек притащить да конечно побольше побольше но она совсем маленькая у нее даже это не выросли как их называют чего да по барабану на ней поиздеваться можно это во-первых а в леку она играет лучше чем Лизу бросай тогда Лизу встречайся с этой серьезно блин она пипец она рубит мелочи тем более она по-моему подрастет гораздо побольше Лизы то что выше и стройнее это точно но не в этом дело просто знаешь вот таких блин им покажешь один раз они сразу же хватают просто вот так на лету просто мне это так нравится и покажешь всякие другие приколы блин смотришь она короче устроила игру типа в лигу типа приглашает типа давайте вместе поиграем такая сидит маленькая девочка давайте вместе в лигу поиграем ну ладно давай против ботов против компьютера играть такой приглашает меня приглашает Лизу Лизу на другую сторону баррикад кидают давайте Лизу фармить у меня у нас дома когда овчарка жила тоже была такая умная это ужас типа а теперь приглашай сестру в противнике ты ошиблась ты это самое ты там нажми кнопку там игра начинается а вдвоем бы они тебя зафармили вдвоем бы они тебя зафармили кто ну Лиза с сестрой не ее сестра всегда со мной была Лиза Лиза я убил по-моему 11 раз или еще что-то в этом духе совершенно случайно ну тогда и будь без секса сегодня убивал меня вот тебя звать не почему я такого не случается когда подруга когда жена да когда подруга нет это не случается ты просыпаешься и так вот дорогая ты знаешь что мне там мне надо острый приступ эрекции точно нужно пару пероральных или чего оральных пероральных ну пероральные средства которые принимаются через рот оральные oral тест ну да кто не сдаст oral text будет сдавать анал текст хотя я не знаю что хуже реально не знаю ни того ни другу попробуй сдать и ту и другу вот если бы тебе пришлось ты бы какой-то тест лучше бы сдавал я бы лучше анал опа внезапно вот это поворот не-не-не в этом смысле можно сказать что мне изнасилуют но если оральный там как бы тяжело сказать пришлось согласиться да с анальным еще есть шанс удовольствия получить теоретически с оральным тоже кому как скорее всего не факт скорее всего не факт но тоже есть шанс не шанс состоят самый но я просто что что ты мне даешь можешь вынести бутылку мы ее сейчас разопьем понеслась а теперь начнем записывать подкаст так кстати хорошее надо пишется а еще пожрать да нет там одна бутылка всего все да а что лучше надо пожалуй я ничего не скажу мы сейчас твоей кухне разберемся не беспокойся да я не сомневаюсь в этом я не сомневаюсь то что вы и кухню разберете ну вот алкоголизм прямого эфиря Женя у тебя поменьше чашек есть? нет у меня меньше чашек нет это плохо да что на паузу поставить пока вы там будете жрать ну вы там идете кушать блинчики там не знаю что вы там кушаете рыбочки да значит неделю у тебя весело прошло но у меня да да четверг пятницу не помню что я делал поэтому а мы там ничего особо не делали там почти половина народа не было так что вчера ничем не занимались зато сегодня зато сегодня было прикольно у нас некоторые люди у нас во сколько у нас в 9-45 обычно стендап вот никого нету там у нас два киве и два программиста нормально начальники приподтянулись где-то там уже в 10 вот такие как здорово быть на работе хоть я сюда ехал два часа меня так жена дома запилила другой начальник стоит такой ну у кого жена у кого дети запилили я так рад что работа началась я никогда не думал что такая большая радость у мужиков свалить на работу да вы не стесняйтесь чтобы можно было еще доливать и доливать и доливать вы не напилить сразу сразу все не нажрались ну давайте за подкастинг в прошлый раз за Новый год пили не важно еще раз тогда был наступающий а теперь с Новым годом да конечно а точно а ну да тогда с Новым годом с Новым годом да Влад купил себе трак ну не себе а жене но он сегодня на трак ездил трак ты знаешь как по-русски будет трак грузовичок пикап нет Ваня пикап это по-моему что-то другое у него маленький кузов есть? да это пикап грузовик а здесь правильно это называется пикап чак но он четырехместный и что? это все равно пикап чак потому что у него маленький кузов есть а по-русски микроавтобус? нет не нет это который типа хрень с маленькей грузовой газель типа того типа того а зачем ему такое? ну это я сейчас объясню это чтобы жену возить ее покупки нет это не грузовая газель потому что грузовая газель это четыре места спереди это чтобы жену а маленький кузов сзади это чтобы ее покупки поместить не серьезно, как это называется? по-русски хрену знает по-английски пикап трак ну да, или просто трак ну грузовик, он и есть грузовик нет, ну трак это как бы общая типа там, это может быть пикап трак это может быть смс трак и все такое а в России джипами все называют джип это джип джип это типа джип это типа уазик уазик это джип ну ладно что в одном духе небольшую грузовую машинку если есть маленький кузов то это пикап трак или просто пикап короче, купил себе пикап трак вот классная машина то туда садишься и так классно там в принципе можно вчетвером трахаться даже не считать от багажника в смысле оба сиденья откладываешь и на одном сиденье одна пара, одна другая там столько места это люди меня на секунду воображение разыгрался четыре пары думаю, пивец вот это фига себе одновременно одновременно синхронно там можно распределиться кто у кого кому ничего возглас в темноте мужики, давайте разберемся что значит групповуха я уже третий раз отсасываю ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха вот короче говоря, да классная машина, но конечно у нее там забавно что, стоимость не впечатляет? не, стоимость не впечатляет это явно 50 кусков за это дело не это слишком ясно ну, как бы это самый дешевый из траков насколько я понял он мог найти короче, зачем он ему нужен? а, зачем он нужен? потому что жена сказала что им нужен теперь трак и побольше фактически по размерам не по объему кабины а по размерам вот насколько я понимаю один из самых больших вот а из самых дешевых это дешевых? нет, нет GM как он? Сиера GMC Сиера Ваня зачесался окей да, это огромная махина ну он как еще бурбан только представь, что как бы сзади только да, хуй он ему нужен ну, потому что жена issen она очень сильно переживает за здоровье с видом со мной ну, просто она в Америке там все большое И дороги плохие Блин, понятно Возьми мне большое корыто На котором я могу протаранить Еще три маленьких корыта Дай проговорить Потому что, хрен у знания Все есть на этих корытах Мне нужен большой корыто Чтобы протаранить других три корыта Ну и не то, чтобы я буду таранить Ты же понимаешь, дорогой, это Америка Это американские дороги Насколько я понимаю Ты уже присутствовал на одном из таких разговоров Не, не, не Я присутствовал примерно В Детройте Где мимо проезжающих Давайте посмотрим Тебя сильно стукнуло Вали отсюда, козел Блядь Вали отсюда Понял, блин? Короче Почему? Потому что у меня корыта было больше И у меня только как бы выгнуло зеркальце Которое я могу просто обратно ставить Ну там небольшая царапинка Кого волновало? Ну так как у меня корыта было больше А у него вмятина Я в принципе развернулся Сказал Вали отсюда И нафиг мне Такой нужен И как бы люди не говорили Да Чем больше у тебя корыта Тем меньше у тебя просто дамаги Чем больше корыта Тем больше дамаги Нет, у тебя дамаги тебе идет При маленьких столкновениях У тебя просто брони больше А дамаги больше Смотри Ты едешь себе спокойно Перед тобой какой-то мудак На какой-то эки Чем-то лучше броня Тем меньше места в кабине Не в американской версии Нажимает на тормоз Перед тобой Какой-то мудак На какой-то Я не знаю Даже это самое Вот это А ты не тормози На Севики А ты не тормози Бабах Врубает тормоза Прямо перед тобой Ака Ты такой Ой, блин Не успел У него полмашины нет У тебя бампер поцарапался Полулитражка Правильно? Правильно Ну там Конечно Если он перед тобой Это конечно плохо Потому что Тем-то вот Ты виноват Но Не в этом дело У тебя-то трак цел У него полмашины нету Ну вот по сути Насколько я понимаю Такая геометрия Ну Не Это абсолютно Правда Геометрия Томашина Надо сказать Я начинаю понимать В чем прикол С этими траками Так здорово На нем ехать И ты знаешь Тебя реально Дорога уступает Да Потому что Ты были Бажешь Твой Странно Я не вижу Даже Лена Родителя Гудок Поставить Ацимаек С дороги Мать Мать Можу А там даже не надо Они сами как-то разъезжаются Разлетаются Не классно Так ешь Спокойно Все Пофиг Нет Просто В России По маркам Машины Разбирают Типа О блин Нет Меринг Это Лучше У ступы Или еще Что-то А в Америке Чисто По размерам Потому что Ну Блин Кто себе Не купит Там Ну Хрен с ним Меринг Еще чего-то Кому Кому Что Кому Какой вкус А тут О блин Хрена Себя Тарантай Сейчас Меня Раздавят Нагни Лучше Отъехать Они Более Простые В Америке Более Простые Там Больше Машин Ну Хорошо Я тебе Уступлю Езжай Ну Я Все Всем Уступаю Сейчас Машина Маленькая Тоже Правда Чувак Который Будет Акцент Ты На велосипеде Не Говорил Еще Говорил Что Ты Всем Уступаю Не Я Всегда Всем Уступаю Конечно Хорошие Грибушки Замечательно Кошерные Серьезно Кошерные Я откуда знаю Ты что-то не смотришь Что покупаешь Нет Я просто не помню Что я купил Купи еще И не помню Если бы я понял Где Так Ну Вроде Больше Ничего Нет У нас Этот Это же Хамтрамик Это был А? Хамтрамик Чего? Там Хамтрамик Ты там В русский район Все Попал Об Америке Где ты Купил Не Не в Америке Покупал Я здесь Так У нас Этот У нас Чего-то Сало Не прибили На работе Кстати Надо еще Сало Какой-то Кстати Да У нас Короче Ирония Судьбы Случилась На прошлой Неделе Да Потому что В понедельник Никто не работал Короче говоря Этот У нас Чувак Это Сало Там Там же Был Гололед Снег Все остальное Я не помню Когда Четырых Был Или В пятницу Ну Мы Короче Вышли С ним Покурить Он Мне Рассказывает Историю Что Ну Короче Чуть Под Грузовик Не Залетел Вот А Самое Интересное Говорит Ну Такой Я Теперь Знаю Что Значит Этот Как Называется По-русски Drive Responsibly Водить Ответственно Да Он Короче Говорят Типа Знаешь За пять минут До того Как он Влетел Ну Почти Влетел Под Грузовик Ну Короче Ел Я Гоню По Трассе Смотрю Все Еле Прутся Такое Типа Ой Че Прутся Так Медлено Давай Давай Пошло Быстрее За пять минут До аварии Приходит Я бы Уменял свое мнение О жизни И о вождении И вообще Блин У меня Закер Башка болит Чуть Ислама И Чуть Ислама Не Принял Не Он Уже Принял Очень Давно Принял На Лёрк Море Принять Ислам Это Значит Склеить Клосты наши многие звезды принимают ислам и тут же дохнут зачем ну так вот случается что же перед самой смерти принимают ислам и уже стало нарицательным принять ислам принимать наркотики все такое потом они вот сдохнут думаю в принципе если сейчас сдохну в принципе 400 детства будет неплохо напоследок откуда всплыл 400 детства если вашу жену зовут алла и вы летите в америку не стоит в аэропорт включать алла я в бар смешно было то что мы все строго зили не тормозил и просто желтая реакция вот этот закадровый аплодисменты поставь а чем хорошо плоские шутки в голове больше укладывается и правда о грибочек и и идет этот самый даун по лесу о грибочек не срывай меня я волшебный проси что хочешь я хочу быть умным сделано похуй ей ебануться сделано так обсудить к нам услышал спасибо за скажем для подкастного огонь не с днем рождения виктор виктор спасибо на основании прослушанных мною многих разных подкастов могу сказать что юсб подключение юсб подключение микрофона или микшер к компьютеру включая мак причина многих загубленных подкастов ибо совершенно невозможно и предсказуемо звук начинает что-то пердеть рваться и вообще пропадать я что-то пропустил я думаю что он путает по звук микрофона со звуком через skype со skype реально иногда начинает пропадать звук и слышишь всякую хрень но с юсб микрофонами я не слышал юсб микрофон на данный момент в принципе самый такой бюджетный адекватный подход для записи потому что они на в своем ходе имеют как эти все эти по идее когда ты пишешь просто звук через аналогу микрофон тебе нужен как это называется там предусилитель и еще что-то там короче тебе нужна цепочка из нескольких модулей для того чтобы нормальный звук поступал на звукозаписывающие устройства конкретно юсб микрофон он практически все это имеет в своей конструкции а дальше уже цифру гонит по кабелю поэтому в принципе обычно проблем не возникает такого плана да я не совсем уверен дать я дочитаю почему и если покупать что-то то только с firewire а и куда я буду это втыкать нету а хотя погоди на новых маках нету тоже firewire они отказались от стандарта перед моим макбуком еще был firewire а дальше уже перестал они отказались от него не сандерболт это гораздо надежнее чем юсб на основании опыта многих подкастеров при джобсе и рекоменды баим путем если маке есть только сандерболт вход то у них просто сделан такой разъем чтобы втыкать но при этом обычный юсб они просто сделали двухсторонний ты втыкай как хочешь кстати непонятно разработчики юсб реально тупили давайте сделаем плоский штеггер который втыкается только в одном направлении да вашу мать сделайте посередине плату с двух сторон контакты втыкай как хочешь и вот тебе контакт чего юсб нет apple сделал свой это самый стандарт был изрыг и из патентовала все теперь надо изобретать что-то новое было было кстати агита и избитом стандарт новый какой-то пытается изобрести который можно втыкать без разницы в каком направлении а разве сейчас юсб штекеры и порты существуют в четвертом измерении ты втыкаешь один раз не подходит ты переворачиваешь тыкаешь еще раз не подходит ты переворачиваешь еще раз и она втыкается это говорит о том что сам штеггер существует четвертом измерении приходится три раза переворачивать чтобы воткнулась нормально я по-моему много выпил это такая метафизическая концепция которую тебе придется как бы кстати вот переходник для для этого много куул бан – flagsoman bc б дайте у нас до сих пор регулируется на верхủ по спору гная блин все не что-то ищете пишет Надо еще раз позвонить. Он что-то там орал, орал, такой, еее, kill that bitch. Замолчали на секунду. А потом мы ушли. Я тебе говорю, надо еще поражать. А кто там живет вообще? Не знаю. Там молодая парня, старая. Там, по-моему, парень какой. По крайней мере, один парень точно. У него такой песклявый голос сифилитический. То ли он парень, то ли девушка, непонятно. Я долго гадал. Но мы решили, что это все-таки парень. Парень как... Ну, я думаю... А это, случайно, не тот лысый, который внизу постоянно попадается? Не-не-не. Это не он? Это друг его? Чувак, come on. Этот Питер? Да, очень похож. Очень похож. По звуку, да? Он так ругаться просто не смог. Потому что ему любой глаз даст. Любой. Ну, не знаю, не знаю. Я понимаю, я там, ну... Не, ну, это вот любой, да. Так что он кричать не будет по-любому. Но, я когда вчера этих полицаев туда тащил, они уже самые... Они говорили, что на них жаловали не один раз. Я не уверен, или это они про меня говорили, но... По крайней мере, у них в рекорде есть, что на них уже не один раз жаловали. В принципе. А у полиции есть какие-нибудь методы воздействия? Типа, типа, пойти настучать лендлорду, чтобы он их выселил? Или это они не могут сделать по закону? Они не могут это по закону сделать? И что они могут по закону сделать? Это то, что... Штрафовать их каждый раз. Да, каждый раз штрафовать. Так, причем... Они их штрафуют? Да! Там штраф, блин, 500 плюс долларов. Да, но ты уже у них три раз звонил. Вот, полторы штуки заработал в казну государства. Хочешь, чтобы я сходил и спросил, сколько имена им... Хочешь, давай попробуем. Хорошая идея. Ты татарей, а мы тебе будем вызывать полицию. Хлак, я слышал, кто-то на тебя настучал в полицию. Не то, чтобы я под тобой жил, а... Но... Сколько именно ты сейчас должен полиции? Хотя, если он вылфорщик, то я не думаю, что он это будет выплачивать сейчас. Не, я не буду. Потом будет, как только найдет работу, если он вдруг ее найдет. Не в этом дело, если достаточно звонить, то в итоге его могут отдать. Хорошо. Начну забирать на два дня. Да, начну забирать на два дня. Обезьянник. Да, конечно. Подожди, сейчас 11.01 и у него все еще музыка играет. Алло, полиция? Да, у меня сосед играет громко музыку. Да, конечно. Алло, полиция, сейчас 10.58. Вы не можете две минуты на линии повисеть? Потому что мне кажется, что он не выключит свою музыку через две минуты. Оп, не выключил. Ну что, я вас жду, адрес вы знаете. Да, адрес вы знаете. Я сейчас... Я уже спускаюсь. Я уже спускаюсь, открою дверь. Большое спасибо. И там обычно такая девушка классная. Пончиками. Вот вам копию, вот вам кончики. Да, вот вам кончики. Товарищ на седьмом этаже, пожалуйста, проходите. Сейчас я вам открою лифт. Да, садитесь. Да, не беспокойно. Не, я в пять часов утра такой в тапочках стою такой. Да-да-да, поехали. Да и я в эту сторону. Вот там. Вот там. Большое спасибо. Он так разговаривает. А ты куда? А я там был. Он говорит, а... Ну, в принципе, да. Ну, ладно. Ну, это... Если нам что-то надо будет, я говорю, да-да-да, не беспокойтесь. У вас... У вас мой телефон есть. Пока. Пока. Если вам нужна амуниция, там, всякие тезеры или гранаты, ножи, то я на седьмом этаже живу. Пару штук ножей, точно. Подождите, у вас что, патронов закончен? Да. Нет, гранаты не та система. Так, Снайпик пишет. На айфонах с ретиной, кстати, тоже не... Извиняй, так... Так же все печально. Но лучше, чем никак. Зелебоба, жду от тебя обложки. Кстати, Женя, тебе тоже желательно налить обложку в официальной версии до 14 сотен на 14 сотен пикселей. Из-за этого все айфоны... Из-за этого все айфоны и айпады показывают подкаст без обложки. Так. Что? Женя! Талнишаров! А у меня нет такого большого разрешения, поэтому... Нет, подожди. Треколь. А, подожди. Да, последний раз этот... Подожди, я почему здесь... Скоро обложка будет жирнее, чем сам подкаст. А от Зелебоба мы все ждем результатов. Вот, я не знаю... Он, кстати, сам не очень в курсе, что мы от него ждем. Там дальше были комментарии, что он, типа, не очень понимает. Потому что ты вроде от него что-то ждешь, но техническое задание он вроде от тебя не получал. Ну как? Мы ждем HDF обложку. Ты ему скажи сейчас, что именно ты от него ждешь. Ну как? Как? Так, подожди, я говорю. Я по комментариям понял, что он не в курсе, что ты от него именно что-то ждешь. И что ты от него ждешь. Для него это было шоком и удивлением. Он что-то там обещал дизайн, обложку. Он сделал забавную обложку. Да, дизайн сайта, по-моему, стрип обещал, обложку, звуковое оформление какое-то он там сделал. Мне очень понравилось. А я, кстати, перестал стрип со снайперы путать. Чего? Я перестал путать снайперы со стрипом. Серьезно? Да. Не прошел огонь. Хотя, нет, подожди. А нынешнюю обложку это стрип-код сделал. Поэтому я из него буду выдавливать новое разрешение. Стрип-код, я думал, он технарик. А, кстати, точно. Стрип? Нет, он вообще все умеет. Физик-лирик? Нет, он все умеет. Чего? Чувак у него облома, он все любит делать. Это замечательно. замечательно респект таким порно я только проверю какой здесь вообще разрешение в этой фигуре растение сделает 1400 да и все чуть хочу это поезде мне графически казалось что это должен быть векторный формат я думал ты из векторного сделал битмапчик мне что-то здесь не так не менее что-то здесь не так что меня здесь нет ты им ты им ты им ты каждый раз будет завтребов поговорить на тему а почему я в уголке вот и хоть и есть здесь так как получился на верху на бабах это сделай лучше это open source мне это не open source я сгорел если бы взгляд мог убивать я два раза умер конечно да мне надо будет с ахтрипом поговорить что за ваш где большое разрешение я не понимаю это разрешение 900 900 600 на 600 чего 300 на 3 пикселя это просто у меня нету 1400 1400 нету плохо он плохо как бы не думали об этом все четыре послушатели у которых есть айфоны страдают надо нормальную обложку заливать конечно да потому что слушатели только на айфонах и слушают да ладно гарантирует это же ай подкаст у нас по моему андроида фагов гораздо больше чем да но они на них не слушают я подозреваю что не слушают я думаю просто все равно они не жалуются люди на андроидах привыкли не жаловаться конечно кому жаловаться на то что у тебя телефон говно ты сам его купил правило картина вот короче говоря этот спасибо большое снайпер тебе стрип кода потом тебе меня чтобы я потерпел стрип кода а зелебоба еще раз а что там ты говорила бложка о чем вы за для сайта музыку и музыку обложку музычку я хочу музычку я хочу так получше а следующее как бы тут обсудить кто смотрел этот intel edison да да я смотрел микрокомпьютер который даже в небольшой перерыв это ей слот короче это самое лиза очень долго долго ненавидела тот факт что мне нравится особенно китайские женщины не пони эти молки до депо не зрунцы вот то блин а не прикольно это же броуни у нас чувак это круто она такая сидел броуфист притащила это самое притащила своими мелочи да а мелочь любят пони и они после этого критикуют тебя да да вот это самомнение у черных я реально драгон болзировала какие пони вот это вообще врубила сам самый лучший из-за флаттерша и такие ну ну я ничего не скажу ну 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 я ничего не скажу ну ладно драгонболл лучше они ничего но и пони прикольные наши такие у него им уже видно лопат такие ну они они в принципе ничего нормально но в принципе принципе ну ну ладно не буду я больше про пони ничего говорить окей в подкасте собрались и пони его тоже мне нравится я смотрел несколько серий просто ржал от каждых мне и спанчбоб нравится если так разобраться но спанчбоб это что-то за грани он настолько детским эфиром что наш взрослый он многоплановый там есть шутки которые чисто тупые для детей но есть такие шутки что вот взрослые лет в 35 начинают понимать потому что там он многослойный спанчбоб это такой красавчик то есть ты говоришь что они пропускают важную демографическую нет там каждый может найти но даже в 35 лет когда смотришь уже на жизнь знаешь типа я уже почти старый я уже почти прожил жизнь тридцать пять это это кризис среднего возраста именно в этом заключается какой блин кризис подожди а где твой корвет ну я не заработал два вот пока еще и поэтому когда смотрят это спанчбобы то там там спанчбоб там во многих сериях есть такие скрытые шутки которые ну явно не детские вот абсолютно не детские мне просто сама и конечно его оптимизм убивает я не знаю спанчбоб окей он окей поники меня все таки как бы ну пони это класс давайте заставку сделаем с понями давай я просто ничего не буду говорить а ты никогда не видел не не смотрю не спать поздни не прожил жизнь венчу не вставляю вот тут как-то меня не вставляет я не знаю пробовал смотреть я смотрел и ту и другую этот ты не понимаешь он не смотрел ютюбе он спать бог я смотрел несколько раз по телевизору меня просто воротит он он чересчур квадратно у него как бы кто-то поскольку не он ахахахахаха спать был квадратный здесь он чересчур квадратно у него все должно быть один или 0 у него понимаешь у него вот этот как бы абстракции у него очень такое маленькое количество у него абстракция буквально примерно это абстрактно заработать денег это где-то между 1000 или 2 это абстракция меньше просто не имеет смысла понимаешь ну да понимаешь это как как бы он может очень не знаю где где именно сумма закончится между где-то 1000 или больше вот но это абстракция какие-то инопланетяшки прилетели из них получились пони без рогов и при этом я думал я думал по планетяшки из них получились японцы да но но потом были пони которые летают со скоростью мак-7 и и потом этот получается этот вот чё бы ты делал если бы у тебя вместо рук были копыта я по башке кому-нибудь знаешь как дрочить в цирке работал как бы сложно было дрочить это звонок алло это цирк да а вы говорящих лошадей нанимаете да пошел ты в жопу телефон положили звонок опять это цирк да вы говорящих лошадей нанимаете да слушать достал опять звонок слушайте не клоните пожалуйста трубку вы знаете как копытом сложно номер набирать красота я не знаю что бы я делал чтобы у меня было два копыта вместо рук подожди аналоги у тебя были бы тоже копыта играх четыре копыта однако там не хотя дрочить было бы сложно кстати вы не заценили мой плакат но не почему я заценил я только не понял почему айронмен айронмен во первых мне вообще мне мне симпатично айронмен бесплатно достался чуть чуть я такое удивление он охуенно богатый я могу это понять бэтмен против супермена подожди подожди а какой супер силу у бэтмен у него доходят денег а понятно если у тебя отнять твой костюм типа чё у тебя останется ну миллиардер филантроп еще что-то очаровательный плейбой плейбой а окей помимо костюма много хороших качеств типа ландрох плейбой при этом я на этот плакат этот второй раз уже засматриваюсь так серьезный на этот раз я так подумал я его куплю хорошо быть спайдерменом а хорошо быть спайдерменом я не люблю спайдермен мне нравится что-то на плакат повис так это айронмен что заметил только потому что он красный который вот возле но где обычно стираемся там открылся новый магазин с комиксами поддержал производитель и молодец пацан вызывает симпатию так что и когда он начнет в мангу завозить мы тогда до 15 баксов полно то чудови я вам сказал ну как это пластик хороший пластик с этим я понимаю что это хороший пластик блин 15 баксов за него не хочу платить это ты сейчас так говоришь когда будешь работать вместе с ним ты скажешь а всего 15 баксов за у меня 10 плакатов ну 150 баксов час работы повесил все пятна заработает 100 он не час работает поменьше по меньшей мере полдня поработал повезел 15 плакатов big fucking deal а вот и обои я хочу я хочу ему сказать чтобы он притащил кучу мангу и анимат вот это да я в принципе он где-то планирует на тему но пока мы двое спросили если к нему ходить каждый день не спрашивать один раз наклеил усы и другой раз надел маску он подумает что много покупателей хотят и это визите где потыковки в этот марвел марвел и этот он визит и к этому авто и кто тоже я и на тыкву достаточно она она ажин заболел мы тебя просушим ты волосы выражал визит где-то я был поминуты к не если пьян ты был так чтобы бабы болели не я ей просто показал этот нескольких ютюбовцев которые там пока рассказывают про игры про всякие комиксы и тому подобного так не мне не понравится но щит это даже а ты знаешь что на ютюбе не садился но есть увлекательные там не твоего типа увлекающие люди которые просто конкретно данный товаре комиксами да только только из-за этой темы но есть очень многие люди которые мне на ютюбе очень нравится потому что которые мне попадаются кстати дюна 2 может сейчас в онлайне сыграть в браузере серьезно да о прошу мясо и слэш дюна дот ком не слышат дэш там плэй дэш дюна дюна дот ком дюн 2 для для андроида и хаус а ты где-то с никнейм ой ел лол а как они начали писать на и что мел 5 и на джаваскрипте видимо тоже игра нет я просто недавно прочитал об этом что можно не знаю может быть по крайней мере по крайней мере слышал о том что можно в дюну 2 поиграть в браузере теперь онлайн бесплатный что такое я я за ним лаптопом блин врубил и не похвастался на этой неделе я купил тебе а супер мега супер мега крутой рабочий компьютер ноутбук который оказался лаптопом всего лишь пятнадцати ничего вам и за 950 долларов у него оказалось есть хорошая видеокарта у него оказалось есть незначайно хорошая 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 но неплохая это точно всего лишь шоссе полторы тысячи попугаев когда сейчас топовые карты 7300 попугаев при том что топовые карты это 7000 попугаев 7300 вот условно единицы измерения мультик не смотрел блин как же такой же древний эх ты а еще тору читает а это причем тоже древняя книга советского советском союзе был мультфильм про слоненка извините пожалуйста про удава слоненка и мартышку и попугая и вот они решили решили удав узнать сколько он длины и его померили сначала в мартышках потом в слонятах и и попугаев и 38 попугаев у него получилось я такой а в попугаях я длиннее и поэтому и после этого попугаи стали в интернетах и везде достаточно такой единицы измерения как измерить видеокарту в попугаях там полторы тысячи попугаев каких-то условных единиц но вот не метры же не километры вот попугаи говорят в попугаев вообще на 1300 попугаев конечно очень хорошая карта на моем на моем домашнем компьютере сколько мы намерили 150 попугаев да что там доки у тебя вообще есть видео карта да причем это инвидео какая-то кастрированная у него есть не встрою не встроена не строили видео но она сильно урезанная из со стройных и память она шарная отдельная карта которая бюджета слишком даже бюджетно просто пипец ты бардин оставлять даже на этой парке не они они даже не встали памяти своей у него 120 у меня 1300 его ночью продушу чтобы проиграться на компьютере у него длиннее потом 10 раз в любом случае чтобы мы не мерили я старался вот но если к нему черная девушка постоянно приезжает после всех этих негров то уж надо представить какую него там хочу сказать что мое мнение может не совпадать с мнением вектора ну ты может быть видел наверняка мне пришлось два дня воздуха по самой гланды а чё я я улыбаюсь не ну я я такой довольный был типа знаю два почти два месяца и не видел все такое там ну дети типа давайте типа классно она даже сам корсет потащил нет смазки купил флейборка все такое зачем славу от смазка вот никто не объясните оральный секс да вот ананаса ты чего ешь оральный блин на хрена да действительно на хрена ананаса хорошо к тебе в пятницу приезжает влияет на вкус твоей спермы это факт да поэтому за день когда приезжает твоя девушка нажираешься или апельсинов или ананасов да она тащится и просто вот с радостью не было чтобы она там они отворачиваются выплювают как обычно именно чего он закладывал с большему с радостью ммм как вкусно еще и еще именно а сегодня спаще чем вчера но я старался ананаса да блин а лошадь елки зеленые сколько продолжаете не год я уже и девушки из нас отлично понятно кто у них брюки носит не они я я я в принципе я в принципе на праве равном праве абсолютно потому что я я я я не возражаю как бы и и и и скушает вот его ну иногда пиво дня вообще почему хорошая хорошая девушка к пиву неплохо идет нет это разные девушки бывают у кого как поэтому мне мне китаянки в смысле азиатки в в общем больше нравится потому что у азиаток у них меньше мечу обычно пахнет мы их мечта и замок меня в среднем раздражает и как бы но зависит за как бы запах запаху рознь потому что кого как у некоторых некоторых девушек просто понимаешь но просто замечательно там есть запах и но он такой пахучий классный что просто хочется их съесть нам русскими украинцам главное чтобы пахло селедкой а у них так просто иногда но такое просто ну воротит и вот получается вопрос что не нравится черные или азиат на не было ни тех ни других я вообще много что про компьютер вот это оборот на самом деле мы как бы начали сперва про интел эдисон потом мы перешли на компьютер потом мы перешли на ананас потом мы перешли на ваненых женщин вот это оборотит кстати азиатки я просто пытаюсь поплыть хорошо пахнет корица зеленым чаем чувак попробуй ванна рекомендует с азиатками они как бы натурально в большинстве случаев получается как бы как бы мест старался не старался еще чего-то у них круто молочный шоколад белый шоколад желтый шоколад так мы вернемся к компьютеру да intel а интересная идея я не уверен я не буду применять этот чип супер идея его питание берется с разъема который вставляется в sd-карту и при этом есть встроенный вай-фай да то есть ты можешь у свой телефон вот ну кисти карту и у тебя полноценный компьютер у тебя в телефоне полный из декабря не будет ладно продолжаем ну это полноразмерная языка и мы играем с ногой все равно и все равно ей ты можешь в лаптоп и вставить ты можешь в свой лаптоп и выставил кластер компьютеров воткнул кучу этих самых из декабря у них реально дуко рабочей что с дуком тут дуло армский террору армский я думаю при выжим к мне просто не верится что не типа intel страченцы полный запросто ну мало ли что интел может выпустить на своих заводах виде микросхем во первых в первом так не говорится что это все готовы 1 кора гоняется охуя аппликации 2 кора гоняет периферию не 2 корана она гоняет этот да в этом смысле я думаю что это относится к периферии то что как бы пониженное напряжение кстати интересно почему intel до сих пор не сделал единый модуль который в котором есть и память и обычный intel процессор и все остальное периферия воткнул вот эту микросхему туда воткнуть чуть-чуть только во-первых во вторых печатание плат если туда воткнешь память дешевле делать плату с разными микросхемами чем одну большую супер микросхему совсем сразу они печатают плату с со схемы ахуена маленькую правильно значит за каждую вафельку которая не там печатают на этом производит там скажем так 128 этих процесса теперь они туда вставили память теперь они взаимы со 120 восьми не производит 8 до на счет меня для король завершена наверняка не печатают свет на каком-нибудь супер мега 3d принтере который печатает нет 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 индустриальные вот эти машины и на самом деле охуенно дорого стоит есть разница в какую чип печатать чисто микропроцессор или микропроцессор совмещенный с памятью да есть большая разница потому что у них есть машины которые печатают одну или другое литография неважно whatever в зависимости от процессора эти индустриальные машины стоят до 10 миллионов долларов хорошие теперь 10 миллионов долларов машина у них 10 то бишь у них 100 миллионов долларов сейчас поменяем процесс немножко на секундочку ой жёстко заточен печатать конкретные данные принтеры процессоры все нет боевые ему не опроса спецификацию технологию спецификацию но при этом у них размер вафли вафли как не играет вафли в их размер задан если ты этот размер увеличишь путем как бы добавление туда памяти если даже это не может могут могут на лицу скорее всего реально дороже просу и не уверены ли это будет как бы совсем эффективно но допустим они туда память ставят даже тоже гиг гиг памяти они туда именно размер вафли как бы увеличится до два раза печатать то же самое если грубо говоря 16 процессоров или четыре процессора подожди за 16 процессоров мы получим сколько бабок или за четыре процессора мы получим фокал знаешь вот именно вот вот в этом стоит проблема этого мира во вторых как бы правильно бизнес аналитики они скорее всего уже рассчитали это бизнес-план потому что надо плавно поднимать тем не менее они же выпустили вот этот вот размером с sd карту полноценный компьютер что мешает сделать полноценный компьютер размером с микро флешку фактически это тоже самое все получится вот тот весь микрокомпьютер только подаваем в питание и дай на выход несколько я думаю найдется применение сейчас сейчас процессоры покупают все данный момент всем нужны процессоры даже в телефоны на данный конкретный момент кому он нахуй нужен вы про это говорите эдисон да ну эдисон и это что рядом могло бы быть эдисон был сделан intel intel это сам большого производитель этих микро чипов в мире по сути какой процессор там стоит что муж делал по гугли в яндексе там там был как какой-то ну в любом случае это лучше чем разбери пиа и вот чё на рубеж по сути дела они 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 разбили по и засунили в этот в размеры sd карты ну и крылья сди а исти я понимаю это intel они open source проект как бы блять понятно но я имею ввиду они засунули микрокомпьютера в размер sd карты то правильно все 400 мега герц конечно ну а чё на размер пай пошел разберем там где-то 800 700 ну блять здесь потом силу крупного процесса мне общем долго вот и вот его ну чё то я не интересует а сколько стоит не знаю я хочу купить это стоящий и дарит послушали принципе нахуй послушали я хочу купить себе я тоже все дорогие пазлы теперь у нас минус 50 послушать или они ушли нет я не буду дарить аппл пай эдисон я хочу себе мне просто интересно сколько он конкретно сам стоит потому что это только что решила мои некоторые проблемы по моему у него встроенный вай фай по моему на борту очень народ пишет да ты его можешь ватнуть в компьютер в компьютер который поддерживает sd карты и у тебя будет компьютер в компьютере встроенный компьютер то что а сколько можно вырабатывать электричество ты просто тупо ходишь или занимаешься спортом не очень много ты должен сидеть на целый день на этом самом на велосипеде крутить педали для генератора и ты будешь вырабатывать чисто там не на одну лампочку электричество компьютер тебя даже не получится спитать даже этот даже если конечно не луи амстронг который будет крутить педали просто да не он уже на допе слился не ну такой-то да а вот чисто дома ты ну или лампочку запитаешь окей за своего этого самого генератор так может быть я этот запитаю компьютер у нас как раз раутер так ладно в общем где я я я шутка рад прикольно по крайней мере его дизайн мне нравится больше чем разбери пай а в принципе да потому что как бы уменьши стиль не то что меньше просто он стильно выглядит я думаю что нужен один маленький адаптер для именно эдисона чтобы все эти отпуты то что он дает как бы ни один скажем так медиаплеер для эдисона а домашний контроля для эдисона зачем зачем ну я понимаю аля но чтобы воткнуть его его на куда-то в окно пресса себе как бы у тебя есть клавиатура у тебя есть там педаль для изменения тона музыки если ты скроешь на музыкальных инструментах который ты не играешь неважно ты не будешь на но есть монитор и так далее и так далее теперь в замес своем ноутбука у тебя есть эдисон понимаешь да то бишь если ты хочешь красивый монитор чтобы этот красивый монитор то в некоторым монитору может прям доставляешь сам компьютер можно вот тут прям монитор потому что некоторые мониторы поддерживают эти карты именно понимаешь теперь теперь есть монитор и куда ты втыкаешь флешку и он тебе показывают картинки с этой флешки есть такие мониторы а туда да может вот тут сам компьютер и у тебя вот монитор с компьютером да теперь ты повысь повысь свою как бы свою понятие о мире это тоже да погуляешь монитор туда включая втыкаешь эдисон ты говоришь теперь этот монитор будет моим медиа центру окей дулкор ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля поехал питается от своего от того же монитор там там работает монитор со всякими картинками со всякой хернё замечательно ты подходишь к своему пылесосу тоже тебя айбот неликого он там робот а робот вот подходит и мать и компьютер развлекаться блин нормально работаешь но мне тянут немножко про модифицировать ты как туда эдисон и говоришь теперь этот эдисон будет самым пылесосом нормально и веб-камеру как он ползает по полу не новая в камеры как бы в периферии понимаешь ты втыкаешь как бы эдисон это мозг и ты его мозг ты втыкаешь в или в машину свою машина тоже можно но ты мозг втыкаешь в говно который ты будешь использовать пылесос там еще чего-то там телефон всякие этот экран еще чего-то по сути дела что-то используешь на компьютер что ты видишь на компьютер у тебя есть input и output где input твоя клавиатура а вот это твой монитор из монитором отнес и он будет работать так же быстро как твой компьютер на пути ли твой компьютер получится аймак вот и теперь если они разовьются и им нужно только ты можешь своя мать сделать любого монитора да но практически которая поддержит все это если они будут это поддержать ковно фактически если они это эдисон разовьют именно разве разве тем что они сделали нормальную мощность нормальную память нет нет факт виктор ты именно лезешь не в ту степь юзер номер один у меня блин компьютер в смысле я не мне кажется компьютер на самом деле это телевизор а по-моему у него есть этот плагин для микро из в смысле sd слота а можно туда эти составить без проблем вставляю что лейсон превращается компьютер видишь видишь разницу видишь как бы разницу обычный тупой юзера берет эдисон и втыкает куда-то и единственно что-то делать если если они это сделают у них просто будет супер продаж если у них они сам по дефолту будет что-то делать если юзеры будут стыкать куда-то то это это будет супер продаж потому что типичный 90 процентов юзеров которые покупают отдела они они воткнут и если им понравится типа я воткнул мне показал бультик это того стоит по обсудили об суде так а ну все конец комментарий больше нет обсудить я спрашиваю по поводу этого форки и монитора дисплея далее там снайпер конечно тебе немножко потрудно да нет я просто как бы я посмотрел на сессии они обещают дисплей за 500 баксов я так подумал классно я думал момент как он выйдет он на самом деле будет 300 поэтому чё все тип-топ на народ говорит что типа все коня и тихую чего у меня старый компьютер так все не потянет потянет он потянет но тебе реально не хватает разрешения этом экране ну я хочу просто больше монитор с большим развивающей да нормально что он у тебя у тебя у тебя день рождения когда 20 до февраля до вовим купить фурки монитор не куплю фурки монитор чё какой-то смысл контролить тебя бесстыжи ты ваня не ради троллинга это все все того стоит потому что ты тогда обнадежься такой да 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 мне ваня купит монитор и и ваня в первом эфире тебе скажет факул пока свои 30 сантиметров скажет вот тебе доставочек такой ваша расстроены что ваня теникой не купит фурки монитор какие-то вы придется самому купить ну в принципе свои запалы почему нет вот но даже так но 4 4 монитор насколько я понимаю это просто охрененное разрешение просто нахрен тебе это надо фурки монитор классно если у тебя есть 60 ничего вы и и кран ну я просто не знаю хочу большой монитор ну 8027 и чай разрешение маленькое сколько выходов на твою маке у тебя только дисплей раз-два да там что-то хотел купить шоколадку жалко даже если потом было бы шоколадку обидно рамш канты ты мне купишь два монитора держи нет я не куплю два монитора потому что я на маке нету два выхода блять муж муж кладку ну может я куплю тогда другое может я может его другому маку подсоединю если у тебя будет другой мак тогда ты мне скажешь возможно тебе что-то у меня будет другой мак в том момент у меня будет другой мак скажи мне а я не доживу до чего не доживешь до дня рождения а кто блять будет платить рент а кто мне монитор купит вот вы скажите лучше купи мне монитор это у тебя последняя проблема кто тебе купит монитор ладно что тебе купить монитор ладно что тебе купить монитор находит замерзнуть никто никуда не хочет ехать благо автобусы работают ну как си с все такое новые технологии кого-то ограбили ну давай там как там космические корабли бороздят простору большого театра так я не знаю если кто в курсе но один британский человек бежал через всю канаду чтобы собрать детский фонд умирающих лебедей в общем деньги и в общем его ограбили в альберте забрали больше по моему 100 тысяч баксов которые почему-то он держал наличку у себя в портфеле канадская лихоруба да и забрали все видео которое он застил пока бежал по всей канаде мысли не приезжайте в канаду вот первое да если вы будете делать фандрейсер бежать через всю канаду используйте свои мозги когда если у вас с собой больше чем 1000 баксов положить их на счет может ты за счетами они мнения если больше 1000 баксов по барабану у тебя больше 10000 10 тысяч баксов в кармане возможно а мне и тысячу будет жалко потерять я не знаю с полторы меня никто не трогал ну не важно а у меня в кармане на галан да здесь продолжать не у меня в кармане 500 баксов ну кого ты у тебя в кармане 500 баксов возможно сейчас вектор режима ты это зачем ты не понимаешь у него 500 баксов завтра он пойдет и купит еще и пиво а сейчас мы у него отберем кто завтра купит пиво я дала то что я сегодня купил не пиво конечно тоже неплохо это на это потратить до лучше пусть лучше у вас не лежат а у меня счет его нету пиво баночку вы пришли баночку я имею ввиду еще а мы три баночки помесли ты же не сказал еще одно то все так вот ты сказал у тебя буз мы подумали но завязать принесите еще мы подумали что в кой так не помню не бойся ты пропустишь скучные новости чувак мне серьезно ничего нет даже если меня слушаем это едим у меня у меня нету сахара у меня нету кофе у меня ничего нету же мы твои грибы блин дейки если хочешь не есть коричневый рис надо варить час пока в жизнь же и мы все грибы нафиг доедем так не предлагать всякие принеси пиво блин ну это пиво но я не предлагал провести пиво я спрашиваю ты спрашивал замечаем мы принесем тебе пиво но мы выжим твои соленые грибочки ну ладно это part of the deal это как бы знаешь побочный эффект как бы знаешь возможно еды не стоит покупать теперь ты думаешь теперь ты думаешь но нет на самом деле стой стоит покупать грибочки на самом деле хорошая если еще помнил те я купил нормально засоленный нормально хороших грибочек вот но если так то не то чтобы не стоит покупать стоит прятать может быть в польском магазине когда ты нахуй был в польском магазине пару месяцев назад чувак у тебя в холодильнике не было да они стояли в так мы скажем что они были плохим короче говоря до чувака грабили кэш полоумный ты знаешь не сперва стало очень жалко детей то что он для детей собирал но потом какой полоумный побежит не ну он не бежать по канаде то это традиционно здесь много людей бегали по канаде но с собой в портфеле более ста тысяч американских долларов или канадским до похуй в портфеле собой наличкой и ты бежишь по канаде мудаке неправда ли это нет вы не думаете есть такое канадское слово мудаке где человек малость умственно отставший от нынешнего поколения пытается что-то сделать какое нынешнее поколение банк это не в нынешнем поколении был не в канаде есть основные четыре банка когда везде насколько тяжело наш открыть банковский аккаунт не в этом дело блин у всех есть банковский аккаунт у всех есть нет мы поговорим про чувака грабили да блин тащил тащил с собой хрен за сколько налички а еще второй момент которыми немного разочаровывает он дело снимал на камеру естественно когда грабили забрали деньги и камеру и у него типа вот все что он заснял на кубу на камеру насколько тяжело вот купить сейчас интернет то есть интернет сейчас в канаде в каждом в каждой кофейне фактически но по сути дела да он теоретически посидевший три часа в фортнете он может про аплоудить да да меня это вообще просто вымораживает то есть даже с чем того что тебя нет вообще никакого бюджета это можно было сделать все же тебе должны дать это с собой лук-топ или айпад который бы отобрали тоже да это похуй но самое главное к этот как это кино сохранилось как бы на самом деле если бы у него был мак снимаешь просто на кассеты и кассеты складываешь отдельно вот так ты или отправляешь по почте домой вот так ты где-то кассеты возьмешь и нахуй ну если у тебя ну и sd карты на чудо сейчас снимают современные камеры они в камере стоят а там в камере 128 гигов sd карты которых хватит на весь путь но да если бы у тебя был бы мак вопрос в том же человек побежал и ни разу не задумался а что случится если по пути у меня отберут деньги камеру случилось если бы у него был любой нормальный чел у него бы отобрали мак любой бы нормальный человек по пути бы задумался да я снимаю в ценный материал и у меня с собой ценности и как обезопасить по дороге камеру и ценности и прочее у него я никогда не было мака был но у мака новый был у него когда его купил он был новым вы сбиваете с пусим куда вы чем мы обсуждаем уже смотри если бы откуда-то сумма который бы он купил недавно а и и при этом у него было бы неважно какая камера неважно с как какими кассетами маком и снимаешь на веб-камеру все как минимум я бы сохранялся на съемный диск который бы наверняка бы меня не отобрали веб-камеры современные камеры пишут на изд карточки ну да снял карточку отправил домой почтой пробежал еще сто километров отправил карточку домой почтой в чем проблема потом прибежал домой у тебя дома сто карточек ты собрался чувак чесло покупаешь себе марк пишешь на на свой гопро подключаешь гопро к своему маку который оплодит все вайклауд да и при этом у тебя тебя поймали у тебя спиздили твой гопро или еще сюда последние шесть часов что ты бежал не сохранилось вайклауде все остальное все там есть у тебя только что грибочки закончились у меня закончили банку выкинем музыку нет потому что я не собираюсь так ладно переходим к чуваки вы знали что есть этот белые сколько раз говоришь у меня нету ни черта кстати меня полторы буханки в портфель напомни когда я приду домой домой я не просвалился и я забыл ну как называют аус короче да этот белый белый тип сумма оккупировали вендорский аэропорт очень интересно а вообще-то редкость считаю эти белые сова никакая не ту ли там не они они севера в основном они сюда никогда не прилетают а прилетают они сюда только тогда в основном когда еды нет вот и фишка в том что они типа там не знаю в тундре или еще где живут чувак ну блин с этим северным говном который вода в смысле воздуховоротом который сюда пролетел на хрен который у нас есть минус 24 и с ветром все остальное чувствуется как будто минус 40 до пролетела сюда я по я конечно все понимаю но но птицы тоже блин не мудаки иначе они просто балконе два не буду доказывать нет а они бы сдохли все если бы они не понимаешь чтобы вы к хватаешь гонять убить балкона хрен живут снегу ну пофиг не очень интересно эти чуваки и почему они расшиваются на аэропорту потому в аэропорту потому что там же от большое открытое пространство у пассажиров отнимают багаж не они они же привыкли что там в тундре у них тоже большая открытое пространство и поэтому когда не перелетают они ищут открытое большое открытое пространство вот и второй момент с ними их сейчас отлавливают и его отвозят потому что с ними еще второй момент они не боятся не людей, не самолеты. Фигеть. То есть, да. Если они в реактивный двигатель попадут, то... Но они этого не боятся. Они не боятся, но двигателю пиздец. Да. Ну, вряд ли. Отца вы нет, но, в принципе... Думаешь, нет? Ну, нет. На самом деле, возможно, скажем так, 15% 15% лопастей реактивного двигателя пойдет в шопу. Сама эффективность двигателя возможно пойдет в шопу. Возможно, убьет весь двигатель, возможно, нет. Я не уверен на процентное попадание одной совы. Они сказали, что если сова попадет в самолет, то, скажем так, это очень плохо. Это опасно для любого самолета, который здесь садится. Да, опасно, но, понимаешь... Игрышон, серьезно. Стоя обычных птиц убивает реактивный двигатель. Одна сова, попавшая в двигатель, может нафиг свалить самолет? Маленькая стая, то бишь, 5 обычных крыс, в смысле голубей, которые попадают в реактивный двигатель, убивают реактивный двигатель. Они не говорят, что самолет упадет. Они говорят, что это очень опасно. То есть, создают опасную очень ситуацию. Пять колубей, попавшие в реактивный двигатель, уничтожат этот реактивный двигатель. Ты что говорите, у вас там сидят на балконе? Да, две штуки. А, кстати, ведь их жрать можно, да? Да. Если хочешь, на рынке можно купить. Жрать можно все, что хочешь. А дальше курины. Грибы не... Жрать можно все, что хочешь. Правда, некоторые вещи можешь жрать сегодня раз в жизни. Именно это я имел в виду. Не, не знаю. Ну, понимаешь, есть голубей, это все равно, что есть крыс. То есть, мясо. Если хорошо приготовить, будет вкусно. Но... Не опасно для здоровья. Нет. Ну, как может быть опасно, если ты это все обработаешь термически и прочее? Это может быть неприятно, что ты жрешь крысу. Стоп, 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 стоп. Может быть плохо, если она, допустим, была в токсической среде. У нее в организме много токсинов. Стоп. И все. А так это мясо мясом. Это мое пиво. Ты же... Обидно. Ну, вообще. У тебя там пиво еще есть, что ты жальничаешь? А так это мясо... Вот пиво, где? Ты там еще есть пиво. Вот три банки. Если я не ошибаюсь, ты еще должен быть наверху шесть бутылок. Ты мешаешь банок? Банок, да похуй. Фак офт, Джейн. Который мы выпили перед подкастом. Нихуя, вы пришли трезвые. Я Ваню знаю. Да ладно. Ваня он знает. Ваня полтора литра уже сиял. Он Ваню знает. То есть, когда говорят голубей... Голубей яйцам, типа противно, они на мусорках питаются. То есть, это как свинина. Свинья жрет любое говно. Буквально любое говно. Стой, стой, стой. Получается вкусное мясо. Стой, 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 стой. Ты знаешь, что раньше свиньи, если они болели, у них какие-то червяки в них, в мясе были. Но. И мясо специально как-то просаливали для чего-то. Но. Я не помню. То есть, это получается... В свиньи есть шанс заработать паразитов. Если ты ее не доготовил и ешь полусолю. Или если она недостаточно засолена. Если ты сделал хорошо прожаренное мясо. Или достаточно просоленое. Или хорошо просолил. То можно есть любые голубей. Соль, она просто вытянет всю влагу и убьет все, что там живое. Скажем так. Это просто ощущение, знаешь, ты ешь крысу. Ну. как бы. Если ее хорошо приготовить. Ну что, будете курапану готовить на этих выходных или как? Если поймаем, мы бракуням. Не, я думаю, это не со всем законом. Ты что, издеваешься? Это, это, блядь, уток здесь ловить незаконно? А голубей, хуярь, пока здесь. Да. Это, это ты пойдешь сейчас... А мы ходим в магазин за мясом? Серьезно. А может голубей было ловить? Это ты пойдешь сейчас утку тронешь, тебе его руки ноги поломают? Если поймаешь, Если поймаешь, да. Да что, тебя первым же ждать. Да, 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 да. Блин, гуся на... А если правильно поймать? Не красавец. Поймаешь, блин, шею свернешь, тебя сразу же посадят. А если правильно поймать, то можно поесть хорошо, хорошо приготовленный гуся. Которого ты можешь, в принципе, очищенного и выращенного в нормальных условиях можешь купить за что? 10 долларов? Ну да. Ааа, за 10 долларов ты будешь рисковать. Вы знаете, у меня напомнил историю? А я о чем говорю? Я когда в Монтрабланте был, мы катались на лайках и... все эти... Попка, Откуда я знаю? Они там так все хорошо видят, что там похуй развлечишь. Погиб. Короче, съездил на курорт и ни разу не отдохнул. Не говори-ка, им дали девочку и он ни разу не отдохнул. Ты зачем вообще на курорт ездил, если так спросить? И так интересно получилось, девочка такая хиповатая от слова хиппи. Вот. и мы, короче, разговариваем, разговариваем, пока едем. Я говорю, вы, наверное, одна... Какого еще может быть слова хиповатой? От слова хиппи. Типа, клевая. Я понимаю слово хиппи, но... По-моему, хиппи и хиппи это правда или нет? У меня, собственно, просто хиппи перешло в хиппи. Хиппи и хиппи типа, там, я ухиппи типа, клевая, а хиппи это типа, ну... Все еще тебе распиздяешь в 60-х годах. распиздяешь в 60-х. То бишь, как бы, небольшое разделение произошло, но не важно. Продолжай. Она хиппи ватая. Размер груди. От слова клевая. Размер груди B. Нет, от слова хиппи она как раз. Вот. Размер груди B. Или 7. Где-то так? Какая разница? Большая. Большая. Все как раз хорошо помещаются в руки, а D уже не очень. Не-не, я, в принципе, B люблю. Это так. А вот, я у него спросил, типа, вы, наверное, не любите, типа, ну, на охоту ходить, убивать животных? Он говорит, нет, я охочусь, типа, на уток, на зайка и все остальное. Я говорю, серьезно, ну, как вот, вы так любите собак, любите природу, любите все остальное, как вот вы уходите и там, из дробовика размазываете уток? он говорит, когда я охочусь, я чувствую себя ближе к природе, через охоту я познаю дикых животных, я чувствую их ближе. это Игорь такая, после этого все закончилось, я говорю, да, и каким образом она себя чувствует ближе? Я говорю, ну, как? Она идет на природу, она лежит на природе, она стреляет в природу, а она пожирает природу. Порочек, у вас так удивительно получается сближаться с дамами, как у вас это получается? Вы знаете, я их ебу, а это сближает. Вы что-то в этом роде. Девочка забавная. Ты знаешь, еще один момент с этой поездкой, с этой девочкой мне так интересно стало. То есть, я вообще уже себе начинаю плохо представлять такой образ жизни. То есть, лет, зиму, зимой она работает на этом зимнем ранчо, да, то есть, она по 6-8 часов в день бегает фактически. С собаками и всем остальным говном. Когда приходит лето, на ранчо нету работы. Она едет абсолютно в другую провинцию и работает там где-то портально. Ну, как бы, блядь, ей не 19 лет. Она уже, как бы... Ты просто товарищ, которому нужен угол, свой родной, где сесть, забаррикадироваться и сидеть. А некоторые не могут сидеть на одном месте. О, две недели в гостинице живем, да пофиг. Еще месяц живем где-то на съемной квартире, замечательно. При этом могут быть события. А теперь мы едем туда и там живем в месяц на какой-то новой квартире. Это не проблемы. Без разницы. Да нет, она работает как бы на минимум вейдж. У нее минимальная заработная плата. А если ей предоставляют при этом жилье? позволить досточь. Минимал вейдж плюс жилье. Это же может быть так. А плюс жилье это минимум 500 баксов. Я уверен, что там достаточно чуваков, которые хотят покататься на лыжах и поехать в кривецких местах. Чувак! Она все равно ничего не получает. Она почасовая рабочая. Она катается со всякими сахарами на природе замечательно. У тебя бы каждый день была новая баба. Ты бы хотел так работать? Ты мне что тут, сука? Баба! 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 Охуенная тё! Ты работаешь проводником в каком-нибудь бизнесе. И там приходит бланинка, гренатка, азиатка, неважно, Каждый день снимаешь новую тёлку. И все тебе хотят. Но платят тебе при этом минимум выедешь. И при этом тебе платят минимум выедешь. Но при этом каждый день у тебя стопудово новая тётка. И тебя каждый день... Она катает людей на собаках, она их не ебёт. Да ладно. Аббадеджай, какой же ты наивный. Беревель. Угу. Ты просто не его вкуса. А, Жень. Нет, вы не понимаете, там приезжают обычно взрослые люди с детьми. Детей катают на собаках вместе с взрослыми людьми. Ну ладно. Окей, не каждый день. Ну просто приезжай в новую местность, ты работаешь, новые знакомства, новые люди. Это ну просто такое строение человека, что вот кому-то надо постоянно новые знакомства, новые места, новые люди и прочее. Кто-то этим живёт. ты интроверт. Тебе надо сидеть дома, два знакомых, три знакомых, больше тебе никто не нужен для счастья. Кто-то наслаждается каждым раз новыми знакомствами. Нет, я не против нового знакомства. Я против того, что она работает на минимальную заработную плату. То есть она она бегает в общем всё в день. Но к 30 там 30-35 годам она пиздец же будет. То есть не от спорта, я имею в виду как бы начинается процесс сколько так бегать можно в конце концов. Кто-то до 80 бегает. Да, каман. Вот. В общем, мысль пропала. Ладно, переходя к следующей статье, пока мы можем дальше идти. Я хочу поздравить всех любителей мира и свободы и всё такое. Куба. Куба разрешила ввоз новых и продаж новых автомобилей. С чем я всех вас и нас поздравляю. И как это меня касается? А, ну как, демократия на Кубу приходит понемножку. В маленьких размерах, в маленьких коробочках, но всё-таки. Единственное, не маза, что государство хочет наценку в 400%. 400%. То есть, я как производитель привожу машину за 5000 баксов, они говорят, продавай за 20. 5. Нет. Ты, ты производитель, привозишь машину за 5000 долларов и получаешь 5000 долларов. А государство Кубы получает 15. А они продают за 20. За 20 и получают из этого 15, а отдают мне 5. Да. Ну, с одной стороны, меня это мало чем касается, если они это продают и получают прибыль и всё такое. В общем, революция стоит денег. Да. Мне просто понравилась такая маза. 400% на оценка. Да. и люди с автовазом и российскими правительствами жалуются. Ну, они же не на Кубе в конце концов живут. В России же демократия как-то. так, следующее. О! Как это Corning announces Corning? Как это называется компания, которая выпускает Gorilla Glass? Не настолько хорошо, что я не помню уже. Не вижу. По-моему, так и называется Corning. Чего? Компания Corning, которая выпускает Gorilla Glass, анонсировал на этом CES, что они выпускают Gorilla Glass, которая анти... противомикробный Gorilla Glass. А при чем противомикробный? Ну, ты же руками трогаешь. Да. У тебя стекло и весь твой телефон. По сути, это была как бы изначальная проблема с троганием телефона. С троганием стекла. то, что ты свои микробы потом через 20 секунд поднимешь. Ну да, потом ты полапаешь там еще чего-то, потом опять полапаешь. Да, да, и оставишь свои микробы на своей же микробах, и потом которые у тебя микробы на твоих же пальцах, вернутся на твои же пальцы. Вдруг у тебя телефон отберут гопники. Да, потом... И заразятся от тебя чем-нибудь таким, а потом подадут на тебя в суд. Ты знаешь, как в Америке какой-то грабитель полез в дом, провалился через крышу, оказался какой-то западнее два дня ни еды, ни воды. И он подал в суд на владельцев дома... Жить не было воды и еды? Что, типа, они специально сделали ловушку... В нем в ебаном доме не было ничего, не о чем пожирать. Они просто сделали хитрую ловушку, где он застрял на три дня без еды и воды. Вот это я думаю. И он подал на них в суд, понимаешь? Ты не можешь против грабителя сделать ловушку, чтобы он там застрял. Это негуманно. Так же и ты с телефоном. Ты потрогал своими сифозными руками, у тебя его сперли, бандюки заразились от тебя сифилисом и подали на тебя в суд. Вот горилла глаз будет бороться против этого. Подожди, а сифилис продается через руки? Да, через что угодно. Через что угодно. Через? Да. Типа вот так, Жень. Есть, если называем бытовой сифилис. Если бы у меня на лбу был бы сифилис, то я бы он сейчас был. А если бы у тебя на лбу был член, то ты его только что бы трахнул. Есть так называемый бытовой сифилис. Когда ты, допустим, посидел на унитазе после человека, который болит сифилисом, и ты его подхватил. Но у меня один знакомый доктор, он говорил, что это херня, потому что там типа подхватывает сифилис какая-нибудь высокопоставленная шишка от какой-нибудь проститутки. нельзя сказать, что он подхватил сифилис от какой-то проститутки. Ему пишут диагноз типа бытовой сифилис. То есть, он где-то сидел в туалете после кого-то и там его подхватил. На самом деле вероятность не очень высокая. но тем не менее есть такое понятие как бытовой сифилис. Это «for shit» называется здесь. Это то, что теоретически возможно сидя на унитазе подхватить сифилис. Но в практике они не получаются. Но тем не менее понятие есть. Поэтому горилла глаз... Потому что во-первых... Если сиденье унитаза будут делать из горилла глаз, бытовой сифилис больше не сможет продолжаться. Кстати, это моя. Отлично. Давайте закажем подхватить. Слушай, грибочка до хрена этого. Оксусом. Не-не-не. Перцем. Чеснока. Чесночок, да, вот этот прикольный. Классно, блин, чесночок. Туда, блин, на шпиговаре чесночка, блин. Хорошие грибочки. В следующий раз возьми пару баночек. Да, Семен, возьми еще пару баночек. К его пару баночек. Если я еще вспомню, где я их брал. А, блин, склероз. Старость не рада, собака. Вот, ну, короче, да, выпускать, они теперь это рекламируют для телефонов, чтобы теперь у тебя телефон, а в них, что в них, в них что-то интересно, допили, допили. А чем именно отражает этот экран микробы? А тебе каждый полчаса надо мазать антибактериальную смазку. в нем, блядь, если бы я еще мог найти здесь. Он такой гладкий, что микробы просто не цепляются за него. Не, 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 Они просто поверху сидят. соскальзывают и вниз так стекают по стеклу. Я не понимаю, там, короче, там, съехали. Там они, короче, подожди, они здесь пишут, из чего это сделано или нет? Там, короче, какие-то специальные компоненты они ставят, какие-то примитивные, знаешь, типа, я не помню чего. Единственное, что я помню, если бы ты, если бы ты увидел, ты был бы не удивлен. Что? Я пытаюсь найти, где в статье написано, что именно там. Так, вот, это защищает от мода, алджи, бакл. Но у них, у них просто, наверное, не простовая вам поверхность, типа, положенная сам, surface density и все такое. Нет, там в них что-то, что-то запихано, типа, в комплекте уборщик, который протирает стекло каждого полчаса. Вот, айоник, сильвер. А, кстати, да, запросто. Вот. Серебро антибактериально. Серебро, подожди, айоник, сильвер, это что значит? Ионизированное серебро. Спасибо. Вот они, что туда управляли. Айоник, селвер. Ионизированное серебро. Если бы я знал, что такое ионик, я был. Ионизированное. Айон, ионизированное. Я понял, Вадя, не надо мне три раза говорить, я понял. Я могу еще раз сказать. Запросто. Нет, вот и все. Простой компонент, но... Короче, они стекло посеребрели. Да. Как вот такая маза отбила? Круто. Серебро не прозрачное, поэтому давайте покроем стекло. зависит от толщины. Да. Оно серьезно это убивает? Очень рекомендуется пить чай и прочие напитки, размешивая серебряной ложечкой, потому что зевро якобы убивает все прочее. Есть проблема. Помнишь, когда в Древнем Риме была проблема, люди болели, потому что у них водопровод был сделан при помощи свинца. И говно. И дешево, и, скажем, простолюдины, у них посуда была из там, типа, свинцовой и прочих дешевых металлов, а люди с благородной кровью пили из серебряной посуды. Почему? И поэтому, не то же почему, а просто, поскольку серебро более благородное, они делали себе посуду из серебра, не задумываясь о том, что на самом деле серебро помогает им бактериоцидной с точки зрения. От серебра, если честно, про серебро я слышал, что это вообще такая нараза, потому что есть это, то, что называется серебряный пуль, силуя позина. Да? Я знаю, серебряные пули. Не-не-не-не. Против грудалагов работают. Не-не-не-не. Серебром травились. Травились серебром. Да-да-да. Ртутью знаю. Не-не-не. он знает. Подожди, какие воротолаки травились? Вампиры, да. Давай посмотрим, давай, посмеемся на них. Я где-то это видел, вам гарантирован. силуя позинь. Силуя спун, да, помогает. И даже поговорка из родился с серебряной ложкой во рту у американцев. Так, силуя спун австрини. Нет, нет, не то. Та-да-та-да. Нет, там что-то было. Помню, я читал, что там чем-то травились. Нет. Серебром вряд ли. Серебром, серебром. Ну конечно, если ты примешь свинцовые пули в грудь, ты, конечно, получишь свинцовое отравление. Не, не, серьезно. Дорогие слушатели, обращаемся к вам. Вы, как наш массивный ресурс, который мы очень любим. Граундсорсинг. Да, краундсорсинг. Да, краундсорсинг. Вопрос на засыпку. Можно ли отравануться с серебром, если у вас чайник из серебра, посуды из серебра? Нет. Нет. Я прочитал, что можно. Где? Это были ранние методы дезинфекции, но потом от них отказались, потому что люди... Да. Если бы серебро было хотя бы хоть сколько-то токсично и опасно, перестали бы производить серебряную посуду. А ее до сих пор производят. Украшения, которые протыкаемые, блин, пупки и еще чего-то. Да. Люди же носят серебряные колечки, сережки, в нос колечки и прочее. Да, и еще в другие места колечки. Ты, возможно, серебро с чем-то путаешь. Силвер и Квиксилвер. Потому что Квиксилвер ртуть реально пиздец как токсичная. Ну, come on. Квиксилвер я согласен. Есть Квиксилвер, а не Силвер. Есть Квиксилвер. И Квиксилвер поизонин получить, это просто. Вот градусник разбей, и ты сдохнешь, и соседи сдохнут. Серьезно? Ну, возможно, соседи успеют откачать. Серьезно? Серьезно? Нет, это главное. Настолько быстро? У нас в школе градусник с ртутью разбили. У нас в школу эвакуировали, потом приезжали спасатели, школу всю это чистили от ртути. И потом только у нас продолжили эти самые занятия. А отравление ртутью запросто. Легко. Не, 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 я понимаю, запросто легко все такое, оно остается там. Не в этом дело. Фокус в том, что, как бы, там, а количество ртутья очень... Градусника в разбитого в квартире, это очень много. Серебро испаряется, в смысле, Квиксилвер, очень легко испаряется. Ртутья испаряется. Да. И ртутное испарение ты очень быстро нахватаешься просто. Понимаю. Испарение, я верю. Оно жидкое, при комнатной температуре капелька катается по руке. А тут же испаряется в виде пары достаточно легко. Серьезно? Да. Ртутные градусники... Ты думаешь, что ее испарят? Что же, блядь, для краски? Давно запретили ртутные градусники. И сейчас только с подкрасочной какой-то там супер жидкостью, которая по свойствам похожа на ртуть, по расширению температуры и прочего. Но сейчас ртутный градусник хрен ты купишь. Да? Потому что ртуть это реальный пиздец. Это... И причем оно сразу не чувствуется. Ты будешь хватать, 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 хватать. Потом у тебя отказ печени и ты сдох. А потом... А печень отказал, наверное, что-то съел. Да, это как бы... Ртуть это очень хороший материал. Медленно. Смертью закросят. Рекомендую. Подожди, медленно или быстро? Медленно. Медленно. Это сколько ты можешь прожить в несколько дней? Несколько ты проживешь, но... Нет, тебе always called медленной смерть в несколько дней? Да, потому... Давай тебе в голову воткнем ножичек и посмотрим, сколько ты с ножичком проживешь. Ну, это быстрая смерть. Это быстрая смерть. А теперь ты неделю мучаешься с отказом почек... Стрему голову мозг! Сколько ты проживешь? А теперь мы тебя ртутью. Ты целую неделю проживешь. Где медленно? Поживешь, мучаясь. Ну, медленнее. Готтером для 누 Terra. про рак всяких там побочных так на горизонте новой радости 2014 году я хотел сперва обрадовать я надеюсь все помнят так так такую такую софтину крипта локер дополни вирусная софтина которая блокировала твой винт и просилась тебя сколько денег мы на этом заработали до речи если бы снимая ресурчера объявили что в темных темных интернетах уже обсуждаются новые версии под линукс по мнению скачь под windows вот но обсуждаются уже альдроид тем там другие версии от другой компании компании явно вот но так так такого же рода софта то есть она будет к вам залезать каким-то образом криптовать hard drive а 2048 битовым марсе и ключом и дальше выманивать из вас деньги вот пока что это еще в интернете не вылезла но по ходу это уже в процессе подготовки поэтому я всех поздравляю все кто сидят на виду все готовьтесь у меня макс летел в линук слетел поэтому сейчас подвинутся господи эти могу настроить вот а настройки я сам могу я хочу обратно на линукс поставь виртуальную машину а потом придет крипто локер зашифрует и виртуальную машину и саму винду тогда же будет похуй поставь в бунту ради бога я тебя прошу все ради всего святого святой троицы ты вечно а у пима поставь в бунту и нормальные советы да купи мак и пользуйся чем те apple дает окей вот как только заработаю лишних 5 тысяч баксов я куплю себе мак да зачем тебе лишние 5000 баксов 800 баксов хоть если у меня будет лишние 800 баксов я явно буду покупать и не мак в этом и проблема а вот как только будет лишних 5000 баксов тогда можно позволить купить себе макс мак вы знаете вы из меня оба душу вымотаете по почкам на вербальном и физическом воздействии причем здесь он вообще он купился нормальный быстродействие компьютер что-то не если бы ваня какой-нибудь веке поставил симплюс плюс компилятор а там стоит бежал студия да и ты на нем что-то компилятор конечно бота ты че думаешь я целый день буду играть в игры да да на хрена мне бот не знаю который я сказал чтобы без системы чем играть целый день самому если можно получить по поручить это играть машине конечно а сам это время на хрена покупать заниматься астрофизикой ну а машина в это время за тебя играет ты ешь занимаешь астрофизика ты а твоя машина за тебя играет я теперь понимаю почему я так страдаю от вашей поебе не вы такие хорошие душевные ребята но брать лентяй на с нами комнату снять не спасибо я я игра свою жизнь и не с кем культури снималась снимать не буду с мамой в этом твоя проблема смогу я култами снимал если снимал квартиру но причем я это я с ней снимал это она снимала квартиру а я там жил а большая разница принципе да тогда ты использовал мою комнату пару раз тоже мне два три 4 5 кто-то помнит в конце концов я-то явно не что мне в принципе по барабану мы одолжим 50 тысяч но вы должны отсосать друг у друга серьезно но не ладно последний не надо вот так что я вас всех поздравляю еще раз вас с новым 2014 годом и с скоро приходящими еще 6 лет такой горе меня не взяли в экспедицию на марс кого-то не подавал да конечно ты подавал если я улетелся я лечу на марс я вас больше не увижу долгое покажи мне приложение что у меня на этой земле что делать у тебя аппликация есть конечно покажи прямо сейчас давай тащи прямом эфире покажи я дома на криптованой линусовой паркнице которая пропала испарился вообще посуду помыли нормальная хоть бы раз пришел к нам и помыл посуду зато ты чай пьешь из наши посуды и никогда не будешь завтра против вообще убраться у него тут давай уберемся запросто заберем колон не вопрос пока он на работе можем много чего тут убрать ключи мы у тебя здесь уберемся завтра это не надо это не надо фритер не надо колонки не надо это пригодится на экран пригодится за такой монитор так себе он тоже пригодится заграждает красивую стенку спокойно пол ровный пол ровный особенно если падать ну ровный сколько пив ты говорил те шесть банок который ты говорил мы выпили перед мы за три часа до подказа сходили за пивом выпили как раз по три банки пива у нас бус мы думали реально у него там выпить еще понимаешь ты написал в комментариях я не прихожу на подкаст ты бы сказал есть бус я бы написал что прихожу на подкаст я подумал блять ваня стопудово мне две банки пива принесет вот две банки тебе принесло я подумал мы это две банки пива плюс бутылку этого на двоих и в каркашку рубим так и получилось вот блин расчеты честно ваня приходи у меня бус да и банки пива принесет да и при этом расчеты что я притащил почему все евреев не любят потому что я знал что я тебе сказал раньше значит ты скорее всего притащи блять это был прав но я тебе ненавижу за это потом я померил подумал так ваня 20 сантиметров придет ваня то есть одну бутылки одной бутылки этого портфель на хватит все потому что если мы выпьем больше будет пиздец я так и сделал как бы я же не знаю что виктор придет я сказал что он не принес я сказал да ну когда сказали что уже не бус я подумал ну тогда надо если я знал что виктор придет я кстати стоял себе думал звонил бы ваня не спросил так ты написал комментарии что не придешь но я и думал что я не придумал и купил да я так и думаю извините вы меня еще меня обвиняете в ваших просчетах не кто у нас просчитал кто срался блять невестка я я купил двери и проблемах твоя зарплата конечно же нет да нет 3 конечно у меня нет проблем зарплаты 3 подкаст 3 бутылки у тебя тоже не было проблем зарплаты слушал да ради бога ты же купил рабочий лаптоп знаешь как на им классно компелять не говори я на него работа но так круто просто так круто но я я просто работал с ней не могу я можно по секрету вам скажу я поговорил своим психологом он сказал ты знаешь что у тебя есть личный психолог да какой не размер груди научным любовницам плачут на свою тяжелую жизнь я любовницы нету когда-то ну как бы я расстраиваю нет любовницы мы-то думали меня заменил психологом ладусь люблю больницу завел психолог я чё ну и чё сначала работает сука начал дорабатывать и типе тебе теперь у тебя психолог пара платье причем тебе сказала не сказал что забить не париться погоду вали да ни любовь не а а сказал что я поможешь я все-таки был прав проектирую свои неудачи на Ваню. Я, кстати, тоже, но при чем тут это? Да, но я не совсем уверен, при чем тут это? Но я даже подумал, зачем тогда Ваню доставать свою неудачу? Фанга! А это при чем? Так размер груди какой у нее? Проектирую свои неудачи на Ване. В руку помещается? Ну, про джейк. Типа, я на тебя наезжаю, потому что я сам неудовлетворен своей жизнью. Я не совсем уверен, как точно это, как это, как это, как это на самом деле правда. Я бы тебе объяснял, ну ладно. Ты мне не плачешь, сколько ты плачешь своим психонарезом. Да нет, мне объяснять не надо. Ты знаешь, когда ты в понедельник нажрался, и ты уходил из моего партнента, ты мне что-то сказал очень важное, что я забыл. Настолько важное, что он с понедельника уже не помнит. А, вот, вот. Ваня мне сказал одну важную вещь. Ты мне сказал, Женя, ты, блядь, не знаешь, что, блядь, будет через год. Нет, подожди. Нет, нет. Ты сказал, не Женя. Ты сказал, я не знаю, что будет через год, поэтому, нахуя, значит, париться. Спалили, Ваня. Мне это очень запомнилось, потому что, мне кажется, я это где-то слышал. По-моему, я где-то слышал, где-то год назад, это было зимой. Это в центре города, около Тимхортненса. Факом, Женя. И тогда я сказал Ване, Ваня, я знаю, что произойдет через год. И это произошло. И вот, Ваня, я тебе просто хочу сказать, Ваня, я знаю, что произойдет через год. И не то, что я плохой человек, я проехал. Ты не плохой человек. Это, во-первых, во-вторых, понятие плохой, абсолютно, в самом-самом-самом большом смысле для этого слова относительно. Ваня, ты пьяный? Малость. Твое эго уже спит? Эго, да? Нет, почему я до сих пор сяду, да? Слушай, привези еще пьем. Нету. Все. Ааа, люди. Ладно, переходим к Алексису. Хочу обрадовать всех любителей Алексиса, в чем отчасти я являюсь. Я руку поднял. Собирается выходить или выходить новая версия Алексис WRT 1900 AC. В чем прелесть этого роутера? Dual-core 1.2 ГГц процессор. В основном играться можно будет. Да. Абсолютно. Целиком. Он будет открыт для разных прошивок. А видеокарта у них какая? Нет там видеокарта. Это роутер. Но это по сути дела Dual-core 1.2 ГГц. Да. Им надо туда видеокарту поставить. Миди-центр. Им нужен... Не-не-не. Им нужен этот... HDMI-коннектор, чтобы можно... Фильмы прям... Прямо с интернетом. У них будет SATA и 2 USB-порта. Мне нравится их дизайн. Вот это значит... Хай-тек. Салон. Блядь, салон, 4 антенны. Супер. Гипер. Красиво. Слезы бы подрачил. Просто супер. А роутер... Взрачнул? Реально взрачнул. А роутер будет стоить 300 баксов. What ever, чувак! Если он... За 300 баксов и без видеокарты? Да. Если он не может видео украсть, тогда это говно. Мне интересно, сколько у него оперативки будет. Вот чем я могу. На хуй разница, чувак! Большую разницу. У него работает другая разница. Вот разница. Зависимость, понимаешь? 1.2 процессора, это хорошо. Но если там мало памяти, то значит у тебя есть лимит на приложение. Если есть лимит на приложение, значит у тебя... Чувак, зачем тебе в роутере 1.2 гигагерц? Вот ты мне скажи. Без видеокарты. Да, без видеокарты 1.2 гигагерц процессор в роутере. У тебя стандартный роутер. У тебя сейчас стоит роутер, там максимум 400 гигагерц. Сингл-кор, 32 мегабайта памяти. Ты мне скажи, нахуя тебе роутер с 1.2 дул-кор 1.2 гигагерца процессора? Ну зачем ты вообще перед бабами будешь понтоваться, если у тебя нет такого роутера? Биткоины фармить. Это роутер сделан, чтобы на нем гонять. Роутер, чтобы сделать, чтобы он гонялся. И вместе собирал достаточно денег, чтобы оплачивать мое интернет-подключение. Да, биткоины на нем гонять. Конечно. В старых роутерах. Я же тебе сказал, биткоины на нем гонять. Бит-торренты. Подключают к нему внешний драйв, и роутер сидит сам себе, покачивает информацию. Конечно. Но тогда нужно... На этом можно будет вообще круто делать. Нужна память. Много памяти в этом роутере. За 300 баксов там хотя бы должно быть гик-памяти оперативной. Тогда это будет реальным, блядь, роутер. Кстати, да. С такой памятью, с такой памятью, с таким процессором можно будет туда просто логиниться, поставить нормальный линукс и спокойно жить на роутере. Да нафиг флешку вставляй с этим. Ну да, кстати, да. Возможно, там уже его и вставили, поэтому он такой крутой. Не, не, там два USB и один SATA. Как тебе, Гамаза? Круто. Хороший компьютер получится. Да? Так что ждите и покупайте всего 300 баксов в deal of the century. Go, go, go. Так, хочу интересный момент заметить. Оказывается, в мае, 31 мая 2014 года, все компании американские, которые производят железо, обязаны писать на этикетках, есть ли у них продукт конфликтующий или не конфликтующий. NSA конфликтующий? Нет. Никто никогда не догадывался, но есть части мира, где друг друга черные и не черные люди убивают и мочат за драмметаллы. Но об этом никто не знал и никогда не догадывался. Кроме нас, естественно, поэтому вам рассказываю. И американское правительство сказало, что все компании, которые выпускают, значит, запчасть, там, ну, платы и все остальное, процессоры и так далее, в 31 мая 2014 года должны писать на своих продуктах, есть ли драмметаллы, есть ли драмметаллы, которые они используют, были получены, типа, в конфликтных или не конфликтных, типа, зонах. Мы использовали украденные в Нигерии серебро для производства данных микросхем. Литий для производства батареек, которые они вставили в... это значит... Половина американских девайсов. Это значит конфликтующие части. То есть, когда ты, грубо говоря, грубо говоря, как это будет вылет от местности, вот реально. Ты идешь в магазин, и ты смотришь, там стоит, я не знаю, там, процессор. И на нем будет написано, сделан там с конфликтными ресурсами. Для производства данного процессора мы убили 200 негров и отобрали у них ртуть. Статистику денег никто, блядь, не даст. Но, грубо говоря... Не менее. Тебе никто не скажет, сколько. Тебе только скажешь, там, кого ты убили, или насколько мы могли убедиться, никого не убили. Я бы такой купил. Сядь. Если бы они указали конкретно, кого убили, я бы такой купил. Кстати, да, было бы интересно узнать рейтинг за производство этого телефона. убили 200 негров. О-о-о-о, блядь, заплачил. Чувак, у тебя сколько? 1400. Блядь, вот это ты конкретный пацан. Тысяча негров у тебя убили. На твой телефон убили тысячу негров, это вообще телефон классный. телефон. Говоря серьезных подкастов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негров. Убили негров, убили. Ай-яй-яй-яй, ни за что, не про что, суки, замочили. Производство телефонов методом Андрея Бревика. Да. Да. Горстка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негров, убили негров, убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, я думаю, мы все равно сегодня. Ни за что не прощать. Какой еще шесточет остался. Твою маху. Так, в прошлом году, если я не ошибаюсь, Я рассказывал точно о том, что один американский бизнесмен приехал во Францию на Гудьерр завод. Гудьерр производит покрышки для автомобилей. И он высказал довольно-таки резкие комментарии по поводу рабочих во Франции. Что они пиздят 3 часа, час на жратву, и потом только 3 часа в день по сути работают. А потом идут поджигать машины. Это уже не рабочее время, это никого не волнует. Вот. И, в общем, Гудьерр завод закрывается во Франции. Ну и правильно. Интересно, неинтересно факт не то, что... Как бы интересно, не то, что он закрывается, это понятно, что он закрывается. Интересно тот факт, что рабочие на заводе взяли в заложники, по-моему, CEO еще какого-то экзекьютер. Подожди, а Элизиум там кого взяли в заложники? Там никого не брали в заложники-то. А сбили они космический аппарат с кем? Так они брали в заложники, а его убили. Ну, они его пытались взять, его случайно ранили. А так его хотели мозги высыпать из живого. Ну да, там тоже. Ну да, его случайно убили. Чего меня трогаешь? Его не убили, он сам убился. Все смынулось. Ниже, ниже. Нет, просто стержаная еще ногтей. Можно на нем-то стержанать? А у меня рубашка. Ручки, можешь его ручки, блядь, Ваня, отъебись. Так, вот его забавно. Ладно, если хотите, можно оставить четыре стратегии. То нам в следующей неделе обслужать будет ничего. Рак, парь. Ничего. Ну, можем только последнюю статью обсудить. Окей. А мы, в принципе, уже говорили, что было очень холодно в Америке и в Канаде последние несколько дней. Зашибись. Да. Один, значит, заключенный сбежал из минимально защищенной тюрьмы в Америке. Легкого режима. Да, тюрьмы легкого режима. И, в общем, короче говоря, походу он добежал до ближайшего, я не знаю, гостиницы, киоска, еще такого-то. Позвонил в полицию и сдался, потому что на улице было слишком холодно. Да, то ли было бы, если бы он был сибирским реальным мужиком, а то бы добежал до ближайшей поликлиники. А, холодно, заберите меня в это. Да, я хочу в тюрьму. Я сдаюсь. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Ну, по сути, да, красота. Да, с тушенкой, небось. Классно. Как мы уже говорили. У тебя еще тушенка осталась? Да. Консервы. А рыбные консервы. Чуваки, вы чего-то въезжать приходите, реально? Нет. Почему? Чуваки, хватит, я говорю, блядь, Ваня, отъебейся. Честное слово. Повязал. Сильный, что ты ко мне привязался, чесать меня? Смотри, у него волосы длина стали. Что ты привязался ко мне? Хватит меня трогать. Ты знаешь, это очень комфортно. Ну ладно, я тогда пошел. У вас вот игры начались. Я не знаю, чем Ваня ко мне привязался. Нет, просто Лиза меня доставал. У тебя, типа, не кусай ногти и все такое. Да мне по-ебать, блядь, кусай ногти. Грызи, чтобы у тебя вообще не осталось. Хочешь, я тебе их выдерну? Тебе помочь? Нет, у меня новое ощущение, типа, ногти есть на самом деле. Ну я тебе к Ване пристал, я к Виктору к давай. А я что, Лиза заревнует? У меня в последнее время их вообще не было. В смысле, последние лет семь. Действительно. Ну последние семь лет у тебя были ногти? Мне кажется, вам стоило выпить на одну бутылку банку пива меньше, и мне принести еще одну. Да, конечно. Вот жульта. Это точно. Что, мне еще ехать по делам, блядь, сейчас. Каким делам? Куда тебе ехать? Работать, Ваня, работать. Работать. Слово такое знакомое. Где-то я его слышал. Не говори, я по-моему слышал где-то. И помните, дети, не пейте и не ездите. Или что там, как это по-русски будет? Don't drink and drive. Не водите пьяными. Да, я не пьяный. Не-не, не пейте и не заводите. Кого? Drive me mad. Don't drink and drive me mad. Да. Ампы, да? Потому что если выпьешь и заведешь, возможно, выйдут. Так, пока не забыли. Я жду ваших пожертвований. Давайте. Бабки, 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 бабки. Подожди, на что нам бабки? А, да, нам наши пульсы и микрофоны. Микрофоны, диктофоны. И Ваня над компьютер проапгрейдить. Кстати, за любого мы от тебя ждем. Да, мне надо проапгрейдить компьютер, потому что у меня компьютер говно. Так что давайте. Новое лого за любого от тебя. Новый компьютер. Сайт. Сайт. Новый компьютер. Дизайн сайта. Новый компьютер. И музычка. Тынц-тынц-тынц-тынц. И новый компьютер. Bye. У тебя и так есть новый компьютер. Какой же он старый? Год уже. Ему год уже, почти. Я советую реально, продай его, купи себе что-нибудь нормальное. Могу. Да. Или два. Самое веселое оставим, наверное, на следующий день. Bye. Bye. А, заднее слово. Bye. Заднее слово. А, да. Хвост. Вот собака. Гимала, нет. Карбогены. Нет. Почему? Кумбая, майлорд, кумбая. Это целое предложение, товарищ. Слушай, Жень. Ты перешел на этот. На резиновых женщин. В смысле, на электронных сигарет. Ну, это не совсем, ну. В следующий раз, ему надо взять безалкогольное пиво. Сколько ты заплатил за тебя? Десять бакс. О, вон. Одиннадцать, на самом деле. В следующий раз пиво ему покупаем безалкогольное. Нет. На хрена мне безалкогольное пиво? Ему можно... Ну, если ты куришь сигареты бездымные, и перешел на ледяную пиво, значит, тебе и пиво надо безалкогольное? Они не бездымные. Есть дымы. Ну, электронные. Слушай, давайте заднее слово, блядь. Хвост! Ваня? Хобот. Мягкая, нежная, девичья кожа. Самая пиздичка. Окей. Окей, хорошее слово тоже. Не, я сказал Ваня как заднее слово. Это было моё заднее слово. Ваня! 25 баксов нашли. Слушай, а что здесь... Что здесь за фойлер? Обычный типа это... Табак должен быть обычный. Так, кофейная какая-то? Чувак. Слушай... What the fuck? Кумбая, май лорк, кумбая... У меня есть одна. Вишняя? В смысле, дополнительная? Да, новая. Которая? Ну ладно, всем спасибо. А-а-а-а... Её пошло забыл. Блин. Любви и счастья. Её пошло забыл. Любви и счастья. Заводите чёрных девушек, их помните, не видно ночью. Очень удобно. Очень удобно. Если подруга пришла такая... Да, я сплю, дорогая. Можешь мне оставить в покое, потому что мне завтра на работу. Она всегда будет по-красу сзади сожжён. И даже не заметишь, что у тебя в постели находится чёрная подруга, другая. А если только у тебя простыни не белые? А-а-а... Не, почему? У меня простыни, в принципе, как бы... Ну... Бело-красные, но... Женя всё равно не заметил, так что... А он дает то не может. Ну... Пфф... Если Женя заметил, фига. Мне сейчас идти машину чистить. Вы знаете, сколько на ней снега? На ней 13-17. Сейчас машину чистить. Мне надо ехать. Куда? Работа, блядь! Я думал, что я шутил? Ладно, всё. Любви вам, счастья, здоровья, аллилуйя, хвост! И с Новым годом! Да, хвост! А желание с Батплайдом? Да, хвост! Хвост! Ах... Ах! Арх...